В соответствии с информацией, полученной в результате оперативно-розыскных мероприятий, в Рязанскую область прибыла группа лиц численностью до 10 человек, имеющих при себе огнестрельное и холодное оружие, взрывные устройства, литературу и иные материалы экстремистского содержания. Так разворачивается сценарий учений Следственного комитета. Перед специалистами стоит задача обыскать здание, в котором укрываются террористы, соблюдая меры безопасности, а также правила криминалистической тактики. Как говорил Суворов, хочешь мира, готовься к войне. Поэтому эта аксиома сейчас очень актуальна для нас. Когда мы будем готовы к любым нежидностям, в том числе к террористическим актам, мы должны уметь работать, мы должны уметь расследовать эти преступления. Поэтому сегодня следователи будут отрабатывать свои навыки. Такие учения позволяют получить теоретические знания, отработку практических навыков по организации и производству осмотра места происшествия в условиях угрозы для жизни и здоровья. В данной ситуации особенно важно отработать первоначальные следственные действия. Такие учения, они, конечно, призваны вызвать какой-то рефлекс у следователя, рефлекс самосохранения на месте происшествия. Потому что в наше неспокойное время следственная бригада и следственная группа выезжают и в горячие точки там работают. Если следователь компетентен в своей следственной работе, то не всегда квалифицированно может обеспечить свою безопасность в условиях вооруженного конфликта, в условиях контролистической операции. Поэтому здесь следователь должен научиться слушать специалистов соответствующих оперативных подразделений спецназа на месте происшествия, чтобы остаться живым и здоровым. Ну и плюс ко всему, конечно, умение работать в команде, что пригодится не только в условиях конфликта какого-то вооруженного, но и в дальнейшей работе следователя. После обыска по сценарию учения происходит атака на следственную группу, захват заложников, а также спецоперация по их освобождению. Кроме этого, прорабатывается и такая ситуация. В одном из автомобилей заложено самодельное взрывное устройство, муляжи оружия, фотографии должностных лиц Рязанской области, следы крови и рук. Специалисты Следственного комитета с применением криминалистической и иной специальной техники должны провести осмотр места происшествия. Поэтому я думаю, что следователи сегодня не только получат навыки работы по расследованию преступлений в условиях террористических актов, но и вот эта работа на выезде, работа бок о бок со своими коллегами, она тесно сплачивает коллектив. И вторая очень важная задача, не просто люди, чтобы научились работать и хорошо расследовать преступления. Самое главное, чтобы они чувствовали локоть друг друга, чтобы было плечо и никогда не было подножки. В Рязанской области на полигоне Следственного комитета такие учения были проведены впервые. Однако отрабатывать подобные практические занятия планируется и в будущем. Олеся Котровская, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Игорь Глотов, телекомпания «Город».